Друзья, всем привет! С вами Евгений Соловьев, моя Skoda Octavia A7 Facelift Пробежала 90 тысяч километров и пришло время делать ТО Если раньше все было понятно, то сейчас такое время, что сами понимаете Это большой-большой вопрос, куда ехать, как правильно поступить Ну и вы мне часто тоже пишите соответствующие вопросы Какое масло залить, какие расходники купить, где это все сделать Поэтому в этом видео я на все эти вопросы постараюсь ответить на собственном примере Как я думал, как я принимал решения и как я непосредственно действовал Кроме того, 90 тысяч километров это, знаете, почти 100 тысяч И когда уже стукает цифра, ты начинаешь вспоминать Так, кто-то мне что-то говорил на 90, цепь там, еще что-то куда-то посмотреть, что-то дополнительно проверить И вот для того, чтобы вам тоже не пришлось это все вспоминать Вот для вас есть ролик, можете положить в закладки, когда будет подходить к 100 тысячам Освежите память, его посмотрите еще раз Ну а я вам сегодня все детально расскажу Будет большое количество разных брендов Будет большое количество мест, куда я ездил Итак, первое, что мне нужно было сделать, это пришло время менять масло Раньше я всегда ездил к официальному дилеру Потому что это был штампик сервисной книжки, потом проще продать машину Это всегда гарантированные расходники центрального склада То есть оригинал, ничего, никакого контрафакта там попасть не могло Гарантированно оригинальное хорошее масло Ну и в конце концов можно посидеть, попить кофеечку Вот, и девушки на ресепшене всегда красивые и приятно с ними перекинуться парой слов Времена меняются и решения тоже меняются Ну, наверное, вы спросите Женя, окей, какое же масло ты себе выбрал? Бинго, да, вопрос абсолютно правильный Я скажу так Если бы я, если бы я самостоятельно покупал масло Мне не было бы кому довериться в этом плане, да Я сто процентов купил бы Лукойл Да, сейчас присадки там китайские И вполне возможно, что допуск он такое чисто номинальное значение имеет Но, тем не менее, я все равно выбрал бы Лукойл Потому что огромное количество контрафакта И во всем этом контрафакте разбираться И рисковать нарваться на что-то такое Ну, мне бы совершенно не хотелось Двигатель, что называется, дороже Но я решил поехать поменять масло к Юре А Юра, он, ну, знаете, в хорошем смысле слова Он такой вот, ну, задрот То есть он прямо вот копается, копается, копается Он говорит, у меня, говорит, есть сто процентов проверенный поставщик У которого я покупаю ZIG ZIG Zero 0W30 Я такой, ну, окей, слушай, давай я твое масло залью Я тебе, в общем-то, доверяю И только поэтому я сегодня залью себе в автомобиле ZIG Ну, вернее, залил уже, да, сегодня я вам об этом расскажу еще По расходникам Во-первых, у меня прошло время менять свечи Свечи я для себя решил, что меняю раз 45 тысяч Хотя сейчас, может быть, я и буду раз 30 тысяч менять Кто его знает, сейчас поймете, почему Я из Китая заказывал оригинальный воздушный фильтр Оригинальный масляный фильтр Заказывал оригинальные свечи завода FOW Volkswagen И все это собирался поставить на ТО Когда же я посмотрел на оригинальный масляный фильтр китайский Я понял, что, да, это завода ZIG в Шанхае ZIG Skoda, но он бумажный Он бумажный, и я, честно говоря, не захотел себе ставить бумажный фильтр масляный Я захотел ставить себе синтетический Синтетический, то бишь, MAN Да, это когда вот такая вот белая бумага Я же спросил Юру, говорю, Юра, у тебя есть фильтры? Я к нему еду, что я у него и возьму Он говорит, да, есть, я говорю, окей И вот мне воздушные салоны нужны, у меня тоже не было Есть какой-нибудь? Он говорит, да, есть Подробнее дальше расскажу, что к чему И свечи FOW Volkswagen, я вам сказал С ними как бы все окей Они выглядят один в один, как оригинальные Разве что написано Made in China Так, точно такие же Итак, отправился я к Юре Юра меняет масло интересным способом У него пока что, по крайней мере, на момент съемки Не функционировал там подъемник, да Он его откачивает У него есть специальная такая колба Которая, с помощью которой он это делает Причем он двумя шлангами Сначала толстым, потом тонким И говорит, что откачивается масло у него даже больше Чем если выкручивать пробку И сливать на подъемнике Плюсы и минусы Я вам сегодня расскажу Из плюсов, окей, если откачивается больше, чем сливается Это непосредственно плюс Не нужно поднимать машину на подъемник Не нужно снимать защиту картера Это плюс Не нужно менять сливную пробку Это тоже плюс Про минусы расскажу позднее всему В свое время Туда вот где-то ближе За середину ролика Поэтому смотрите Все, не переключайтесь, что называется Да, важный момент У меня у автомобиля двигатели Я 3,8, ген 3Б То есть 1,8 TSI И масло у меня машина практически не ест На ТО год назад мне залили ровно посередину щупа Сегодня достали щуп до того, как сливать масло На минимуме оно находится То есть вот полщупа, грубо говоря, у меня ушло Считайте, что не ушло вообще Доливку я ни разу не делал за все время эксплуатации В этом плане у меня автомобиль Двигателем я очень доволен Да, до этого у меня масло было залито у официального дилера Ну, как вы понимаете, оригинал, то есть это Лукойл Но еще, видимо, с европейскими присадками Сейчас, как я уже говорил, у Лукойла присадки китайские Сняли масляный фильтр Он стоял у меня оригинальный Куплен у официального дилера С ним все вообще в порядке, естественно Ну, что может быть с оригиналом не так Поставили MAN Типа немецкий Не знаю, немецкий, не немецкий Могу сказать сразу Я держал в руках огромное количество вот этих вот фильтров масляных Именно картриджей, да На вот эти двигатели, на двухлитровые, на 1,8 Держал совершенно разные варианты Держал и 100% из Китая И совершенно разные Вот если у них синтетическая бумага Вот на ощупь Тактильно Вот по продавливанию Почему-то еще То есть, но они вообще идентичные Может немножечко отличаться маркировка Немножечко отличаться вот этот желтый цвет с торцов самого фильтра В целом они абсолютно идентичные Я бы ставил вообще любой Просто, ну, не запариваясь Потому что это картридж, что-то его видно Его можно потрогать, пощупать изнутри, снаружи Многие там парятся вот шов изнутри, шов снаружи Мне кажется, вот лента как идет Она где обрезалась, там и шов И может быть это на оригинале, не на оригинале В общем, короче говоря Я бы вообще на эту тему сильно не заморачивался Синтетически хорошо Но Юра говорит Фильтр стопудово из Германии Ну, хорошо, пускай будет из Германии Воздушный фильтр В том году у дилера закончились оригинальные фильтры Взять их было негде И поставили мне гринфильтр Как сказал дилер, что это поставщик, можно сказать, на конвейер Ну, судя по всему, немножечко слукавили Либо сами не знали Потому что потом я так по гульку почитал В общем, гринфильтр это такой себе производитель бюджетных фильтров Которые, ну, возможно, у него маркетинг как-то так выстроен Что они там какие-то немецкие, еще какие-то Не знаю Тем не менее, вытащили его С ним вообще все в порядке То есть этот фильтр свои 12 тысячи отработал просто Никаких вопросов, никаких проблем Прекрасно отработал, прекрасно держит на пор Там, да знаете, как может фильтр там куда-то вдувать Там всасывать, изгибать, еще что-то Ничего подобного Все прекрасно Поэтому гринфильтр, если что, покупать можно А вот дальше возник прикол Потому что мой фильтр, который я купил китайский Оказался от предыдущего двигателя От Ген 2, не от моего И он просто по форме туда вот никак не подходит Поэтому пришлось мне его Юрия оставить Он запечатанный Кому-нибудь из вас, наверное, кто туда поехал После меня на ТО, на пятерке Октавия Он достался Вот А мне, слава богу, что у Юры в запасниках где-то был Бош Поэтому в этом году я поставил Бош Посмотрим, как он будет жить Вот Ну, сам Юра сказал, что, в общем-то, Бош фильтры неплохие С ними все хорошо Именно поэтому он у него и лежал Пришло время менять свечи Свечи у меня оригинальные НЖК Прошли, как я уже сказал, 45 тысяч километров Выкрутили, все с ними в порядке Отлично В общем-то, можно было, наверное, еще столько же На них ездить Но все-таки я сторонник менять свечи почаще Хотя бы вот раз 45 тысяч Хотя по регламенту сейчас раз 30 тысяч Вообще замена свечей у нас идет Выкрутили их Единственное, вот на резьбе из первого цилиндра свечи Есть немножечко масла То есть где-то там прокладочка как-то потеет Но в целом, насколько я понял, ничего страшного Ничего криминального Можно на этот вопрос пока что забить Сами же свечи в отличном состоянии Закрутили туа китайские Завели мотор Все в порядке, слава богу Работает, кстати говоря, с того момента Я уже пробежал с момента Несколько тысяч И пока что Тьфу-тьфу-тьфу Китайские свечи прекрасно себя показывают Никаких вопросов у меня не вызывают Тем не менее Знаете, вот все-таки такое Подсознательно думаешь Ну все-таки это же Китай Может быть там все-таки что-то не так Наверное стоит их поменять Через 30 тысяч И не через 45 Посмотрим Может через 30 тысяч И поменяю Посмотрим, что на тот момент Вообще будет на рынке И будет ли вообще на что менять Я на всякий случай Старые свечи положил в багажник Пускай полежат Ну и остался у нас Салонный фильтр Дилер в тот раз Поставил мне метаку Просто потому что За оригинал просили Каких-то неадекватных денег Я думаю, ну салон это ладно Пускай будет метака Вытащили его Все с ним абсолютно в порядке Тоже никаких вопросов к нему нет В меру грязный Как обычно В общем метаку Можно совершенно смело ставить А Юра ставит Фильтры Seaworks Тоже они угольные И вот значит Соответственно Этот фильтр мы и поставили Правда что-то в этот раз Он у него очень плохо влезал Сказал, что возможно Это последний раз Когда я ставлю Seaworks Не знаю Но установил Как бы Все нормально Изначально Вот рекомендовал Говорил, что Всем людям ставил Очень Как бы хорошо Все в порядке Но как вы понимаете Заехать к Юре Чтобы он не подключился К компом И не посмотрел Что у меня там В очередной раз ДСГ И опять меня чем-нибудь Не напугал Но это просто Нереально Поэтому он подключился Но в этот раз Пугал меня не ДСГ А моей турбины Говорит Слушай, Женя А у тебя как бы Напряжение-то на актуаторе 3.85 вольта Это очень много На 4 вольтах Уже Машина падает в ошибку Пишет, что нет тяги И все И вы уже не можете Нормально там где-то Обгонять Разгоняться Потому что турбина У вас фактически не работает Считайте ездить на атмосфере И нужно ехать в сервис Изначально Заводы Когда настраивают Настраивают На 3.5 вольта То есть Это вот такой вот номинал От которого Как бы Дальше уже Изнашивается актуатор Да И потихонечку 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 Вместе с этим износом Это напряжение растет И когда оно Падает в ошибку Нужно его регулировать А лучше его Не дожидаться того Чтобы оно упало в ошибку Регулировать раньше Посмотреть можно Самому Прекрасно Я после этого Воткнул Свой замечательный ELM327 И в программе Карсканер Посмотрел Что да Действительно Вот у меня там 3.85 вольта Можете сделать Точно так же сами Посмотреть Какое напряжение У вас И означает Что пора Регулировать Актуатор Для того Чтобы снова Запустить Вот этот Процесс Износа К следующим 100 тысячам Километров Да И соответственно Ездить Без риска Что машина Упадет В ошибку Куда ехать Регулировать Актуатор Друзья Знаете ли вы Что во Фрунинском районе Санкт-Петербурга Есть станция Технического обслуживания Которая называется Не дилер Почему так называется Да потому что Не дилер Включает в себя Все достоинства Дилерского сервиса При отсутствии Его недостатков Автомеханики Не дилер Имеют более чем Семилетний опыт работы С автомобилями Шкода И Фольксваген В работе Применяется Спецоборудование И программное обеспечение Для диагностики И ремонта Такой же Как у официальных Дилеров Производится Кодирование ЭБУ Обновление ПО Активация Скрытых функций И другие работы С электроникой Диагностика И ремонт Мехатроников ДСГ Всегда в наличии Оригинальные запчасти И качественные аналоги По адекватным ценам Вам не придется Их искать самостоятельно И рисковать Нарваться на подделку Цены на 40% Ниже дилерских А за работой Можно свободно Наблюдать В открытой ремонтной зоне Не дилер Сразу же называет цену И не навязывает Лишнего Рейтинг 5 звезд На Яндекс.Картах При более чем 200 отзывах При применении Промокода Шкода Питер И покупке моторного масла На станции Замена для вас Будет абсолютно бесплатно Станция находится По адресу Санкт-Петербург Улица Салова Дом 53 Если вы смотрите Этот выпуск на ютубе То только что Была рекламная интеграция Не дилера Если смотрите на ВК Или в Дзене То соответственно Для вас ничего не было Так вот Я так часто Не дилеры рекламирую Плюс у них действительно Такие хорошие отзывы На Яндекс.Картах Что я решил поехать Регулировать актуатор турбины К ним И заодно посмотреть Что у меня с цепью У автомобиля Потому что к 100 тысячам Ну вроде как Говорят цепь Нужно посмотреть Но об этом расскажу Часточку позже Ну и самое главное Это посмотреть Как ребята работают Чтобы мне не стыдно было Что называется Эти рекламные интеграции Снимать Приезжать на регулировку Актуатора турбины Нужно за 3 часа Потому что двигатель Должен успеть остыть Для того чтобы Вообще можно было Эту турбину как-то трогать Честно сказать Я попал в жуткую пробку Приехал на час позже Но за 2 часа Прекраснейшим образом Она остыла А я это время посидел в машине Слава богу В Октаве сзади места Действительно много Отодвинул переднее сидение Нога на ногу Ноутбук Посидел 2 часа поработал И даже не заметил Как время пролетело Ну а через 2 часа Затолкали в ремзону Машину И начали регулировку Оказалось что для этого Нужно скидывать защиту картера Поднимать машину на подъемник И вообще процедура Крайне неудобная Потому что Мастеру нужно То снизу Подлезаясь ключом И регулировать Непосредственно Значение на актуаторе То нужно подниматься По лестнице Наверх в автомобиль Включать Выключать Там зажигание Ну вот такая вот Процедура с завода Говорит только На Ауди Это можно делать Прямо из-под капота Очень-очень удобно И вот каждый раз Он что-то поправит Поднимется Что-то включит Посмотрит на компьютере Какое Получается Напряжение на актуаторе Не попал Делает заново Но в конечном итоге Смог выставить 352 вольта Это практически Номинал Просто идеально Ну вот здесь Пока машина была На подъемнике Я понял В чем недостаток Замена масла Именно откачки Это в том Что В том же самом В чем и плюс То есть не скидывается Защита картера Да Но вы не видите Что находится под ней А у меня оказывается Потеет Датчик уровня масла И по-хорошему Нужно бы поменять прокладочку Вот так Поэтому Ну по крайней мере Я теперь об этом знаю В следующий раз Смогу это сделать Сейчас уже все Новое масло Не будешь же сразу Сливать Что называется Поэтому я так для себя Подумал Что наверное Вот если два раза в год Делать ТО То есть если вы ездите Там 15-20 тысяч за год То как раз Одно ТО Можно делать полноценное На подъемнике Заодно посмотреть подвеску Потрясти там что и как А одно ТО Делать вот таким вот Быстрым способом Для того чтобы Сэкономить время Сэкономить деньги Потому что естественно Не поднимая машину на подъемник Не скидывая все Это получается Быстрее и дешевле Вспоминая что бывают Проблемы с цепью Что неплохо было бы на 100-120 тысячах Это дело проверить Я спрашиваю ребята Они говорят Жень ну как бы до 200 тысяч Туда суваться смысла нет Я говорю Не-не-не подождите Там же все время на форуме Кто-то что-то пишет Это при предыдущей моторе На предыдущих моторах Там да Есть нюансы И желательно на 100 тысячах Сделать ревизию цепи А в этот двигатель До 200 точно не надо лезть Я говорю Нет давайте посмотрим Ну вот для того чтобы наблюдать За цепью Есть такое специальное ревизионное окошечко Которое можно открыть И туда вот фонариком посветить Посмотреть И действительно Там у меня натяжитель цепи Вышел ну максимум на 2 зуба Как видите А замена цепи Не делается до тех пор Пока натяжитель не выйдет На 7 зубьев Есть еще процедура Адаптации удлинения цепи Но ее тоже нет смысла делать Потому что цепь считайте как новая То есть ну где-то На 200 тысячах Можно будет к этому вопросу вернуться Но как говорят ребята в клубе Что цепи эти Меняются примерно Аж на 400 тысячах Километров То есть фактически Ну не знаю Короче говоря Сколько вот у вас двигатель живет До капиталки Да вот столько Цепи это и будет ездить Ну на 200 Да имеет смысл посмотреть Еще раз возможно Сделать процедуру адаптации Удлинения цепи Что еще важно сделать С 100 тысячам километров Важно открыть капот Посмотреть на ваш решительный бачок Если там написано Метсиликат как у меня Или соответствующий артикул Антифриса G13 То важно Поменять этот нафиг бачок На обычный Без картриджей Без пакетиков В общем без силикатов Или как я в шутку Называю силикагель Конечно это не силикагель Потому что силикагель Впитывает влагу Да Но выглядит примерно так же И в общем Если его рассыпать То эффект получается Такой же Все вот эти силикаты Разносятся по системе охлаждения Перестает работать Печка справа Забивается все Вымывать Потом огромная Огромная проблема Есть подробное видео На канале Поэтому найдите его Обязательно посмотрите Для того чтобы Избежать подобных проблем Ну а с вами был Евгений Соловьев Надеюсь выпуск был интересный Надеюсь был полезный До новых встреч Пока